Продолжаем исторический экскурс в свое столетие, отмечают органы ЗАГСа. Их история началась в декабре 1917 года. О том, как и угорчане обходились без ЗАГСов раньше, и на какую структуру были возложены функции регистрации, расскажет Милана Поварницына. Смотрите, какая история у нас в руках с вами. То есть вот это не обработано современными технологиями, не оплетена, как положено. Этой церковной метрической книге, то есть книге записи актов гражданского состояния, более ста лет. Насколько текст сохранился, не выговорила ни одна буква. В свое время к ней прикасались только руки священника, который крестил, венчал и отпевал своих прихожан. Всю информацию он заносил в книгу вручную каллиграфическим почеркам. Брак считался законным, если состоялось торжественное венчание в церкви, а все сведения о нем были записаны. До 1917 года содержалась информация обязательно о свидетелях, которые присутствовали во время бракосочетания, и информация содержалась дата венчания обязательно. А также, к примеру, вероисповедание жениха и невесты, сословие, место жительства жениха, его занятие, занятие невесты. Если, цитирую, перед браком она самостоятельно зарабатывала средства пропитания. Но фиксирование сведений было не всегда. Возможно, что до 1721 года и велись какие-то записи, но мы об этом точно не знаем. И только лишь по приказу Петра I всю информацию стали в обязательном порядке заносить вот в такие вот метрические книги. А все функции по регистрации были возложены на церковь. Так продолжалось вплоть до 1917 года. Все изменил принятый в декабре декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. Церковь отстранили от ведения брачно-семейных дел, началась история органов записи актов гражданского состояния. А метрические книги теперь хранятся в архивах, как свидетели истории и порой единственные документальные источники для тех, кто изучает свою родословную. Лена Поварницына, Александр Шулдиков, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.